Привет, ретро-консольщики. Сегодня у нас с вами на обзоре необычный предмет. Ведь здесь на канале мы рассказываем про консоли, про игры и все, что с этим связано. Хотя, с другой стороны, этот предмет тоже связан с играми, ведь он геймерский. Да, на коробке так и написано Gaming Microphone. Вообще, микрофоны в гейминге использовались еще со времен Famicom. Там во втором джойстике, в джойстике младшего брата, тоже был микрофон, который в некоторых играх нужно было громко орать. Позже микрофон появился в различных приставках, например, в консолях DS. И здесь вот есть встроенный микрофончик, в который, допустим, нужно в некоторых моментах игры дуть, чтобы задуть свечку. Даже в современных геймпадах тоже есть микрофон, например, в DualSense. Правда, он так себе. А нужен ли вообще геймеру микрофон? Я в этом ролике рассмотрю свои сценарии использования, а вы можете написать в комментариях свои. Ну и, естественно, я в этом ролике протестирую звук и сравню его с двумя своими микрофонами. Вот этим USB микрофоном АКГ Лира и вот этим XLR микрофоном от компании ISK. BM800. Оригинальный, это не подделка. Но для начала давайте распакуем эту красивую коробку. Итак, A6V Gaming Microphone. Удобные функциональные кнопки, встроенная аудиокарта и светящаяся RGB подсветка. По бокам логотипы. На обратной стороне спецификация и особенности. Большой акцент идет на RGB подсветку. Надеюсь, это не единственное его достоинство. Открываем и видим на крышке надпись. Работает с PC, Mac и PS5. А вот это уже интересно, как он будет работать с консолями. Сверху нас встречает мануал на английском языке. Достаточно подробный и с описанием самого микрофона и правил использования. И приветственный вкладыш. Далее под листом поролона лежит сам микрофон и допа к нему. Микрофон уже в сборе. Даже по фильтр на месте. Он очень легкий по сравнению с моими другими микрофонами. И достаточно симпатичный. Кабель USB-C с логотипом производителя. И подставка. Правда, не совсем презентабельная. Ну, как времянка пойдет, конечно. Но лучше приобрести что-то более надежное. Хотя микрофон и не тяжелый. Думаю, будет достаточно устойчиво. Давайте посмотрим подробнее на сам микрофон. Сверху идет сенсорная кнопка включения и выключения. Крепление к стойке достаточно надежное, с фиксированными позициями. Я досчитал всего 9. Снизу крутилка громкости. И это плюс. Можно оперативно убрать и добавить громкость. Поп-фильтр съемный, со смайликом и логотипом FIFINE. Микрофон находится на пауке и прикреплен к нему резинками. И его при желании можно снять. Хотя зачем это делать, не совсем понятно. Ведь какой-то другой паук приспособить сюда будет сложно. По идее, этот должен отлично гасить вибрацию. Сзади порт USB. Размеры практически сопоставимы с SK. При этом геймерский микрофон чуть покороче. Но у моего старого микрофона более удобный паук съемный. А вот AKG Lira на порядок больше и тяжелее. Даже если не смотреть на массивную подставку. С внешним видом все понятно. Теперь давайте проверим его в работе. Микрофон находится на своем рабочем месте и светится всеми цветами радуги. А все потому, что он уже подключен к компьютеру. И звук сейчас идет именно с этого микрофона. Насчет подсветки. Она все время разная. Вот давайте я сейчас немножко ускорю запись. И вы посмотрите, как переливается микрофон. Ну вот, собственно, так это выглядит на ускоренной записи. Теперь про чувствительность самого микрофона. Судя по ручке громкости, он сейчас включен на полную громкость. Я буду сейчас не уговорить и потихонечку убирать звук. Вот я делаю звук тише, звук тише. При этом я говорю абсолютно на одной... И сейчас потихонечку, потихонечку делаю громче, громче, громче и вот теперь он на полную звучит. Это то, что касается ручки громкости. Здесь сверху кнопка сенсорная и если я по ней тапну... А вот теперь микрофон включился и теперь вы заново слышите мой голос. Сейчас на данный момент я говорю прям непосредственно в микрофон. Если я отклоняюсь от этого микрофона, то звук становится тише. Раз, два, три, четыре, пять. Я отклонился и теперь я возвращаюсь обратно к микрофону и теперь мой голос полностью слышен. Если кто-то сидит напротив вас или рядом с вами и он пытается что-то сказать или издает какие-то звуки, эти звуки будут более-менее отсекаться. Для примерной направленности я сейчас пощелкаю за микрофоном и перед ним и вы почувствуете разницу. Видите, за микрофоном щучки практически было не слышно, а перед ним было слышно отлично. Ну что ж, этот микрофон мы оценили, теперь давайте сравним его с двумя другими микрофонами. Итак, наш следующий пациент это микрофон AKG или AKG по-нашему Лера. Я сейчас записываю на него голос и надо сказать, что здесь несколько капсулей и их можно, соответственно, включать по очереди или все вместе. Но здесь мы включили только фронт, то есть только один капсуль фронтальный, чтобы сравнить с микрофоном, который мы, собственно, обозреваем. Минус этого микрофона в том, что здесь нет встроенного поп-фильтра и все ваши звуки P, B и так далее, они будут выделяться щелчками, если вплотную к микрофону говорить. Ну, если говорить недалеко и не прямо в микрофон, то будет нормально. И последний наш на сегодня микрофон это BM800, оригинальный, тот, с которого начали потом делать копии. Он работает через аудиокарту, то есть получается, что это самый дорогой вариант. Для его работы нужна аудиокарта. А сейчас я попробую прочитать отрывок из книжки. Чтец из меня, конечно, никакой, но давайте попробую, что получится. Я приехал сюда из России в 1918 году совсем еще мальчишкой. Я приехал сюда из России в 1918 году совсем еще мальчишкой. В то время его звали не Эндрю Райаном. Он американизировал имя, когда перебрался в США. Его настоящее имя Андрей Райановский. А теперь я предлагаю записать гитару на этот микрофон и послушать, как она будет звучать по сравнению с двумя другими. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот так работает микрофон с PS4. Он прекрасно определился без каких-либо проблем и светится точно так же своей RGB подсветочкой и прекрасно работает. Давайте сейчас попробую нажать на кнопку Mute. Да, меня не было слышно, а теперь я попробую сделать потише, еще потише, еще потише, еще потише. Теперь погромче. Да, это я делаю тише или громче крутилкой, которая на микрофоне. Так что да, все прекрасно работает. Давайте продолжать. Итак, предположим, мы запустили стрим. Стрим с игрой, с ужастиком. Давайте посмотрим, насколько атмосферно будет выглядеть этот микрофон. Курить, дядя, вредно для здоровья. Понял? Поэтому ты такой толстый. Потому что куришь много. Так, а мы идем дальше. Дядя, не надо рычать. Так, слушайте, я слышу изменилась музыка. Кто-то ходит. Так, я слышу жаги. Слышу жаги, но я не пойму где. Надо валить отсюда. Надо валить срочно. Так, все. Я ушел. Я в безопасном месте здесь. Не так страшно, как в предыдущем. Подумаешь, куски мяса валяются. Крысы какие-то висят. Или это собаки? Слушай, лучше не знать. Итак, пока мы на кухне, пока мы в тишине и спокойствии, давайте посмотрим на микрофон. Микрофон светится, как обычно, всеми цветами радуги. То он голубой-зеленый, то он желтый, скажем так, фиолетовый и так далее. И насколько это атмосферно сказать сложно. Потому что, когда ты играешь в ужастик, хочется какой-то другой цвет у микрофона, чтобы был какой-нибудь красный. Ну или коричневый там, не знаю даже. Но так как здесь цвета не меняются, поэтому атмосферность получается такая более радужная. Более веселыми красками играет игра. Ну, может быть, оно и к лучшему. Вот. Сменить, соответственно, подсветку микрофона нельзя, к сожалению. И нельзя ее отключить. Вот. То есть, если бы мы ее выключили, то было бы более атмосферно. Мне кажется, я бы уже сюда бы пришел бы и боялся бы гораздо больше, чем сейчас. Хотя, с другой стороны, с такой яркой подсветкой не так страшно. Так. Ага. Ты где? Ты где? Вон она идет. Вон она. Вот я ее вижу. Я вижу тебя. Да. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. А я не могу ее убить, к сожалению. Но я могу спрятаться к толстому дядечке. И она мне ничего не сделает. Привет, герцог. Книжечку читаем, да? Ну, читай, читай. Так, а это все ходит туда-сюда. Убить меня хочет, понимаете? Убить меня хочет. Я ей покажу еще. Ну что, иди, иди отсюда, иди, давай, давай. Давай, иди отсюда. Не боюсь о тебя. Не, 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 не. Не, 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 не. Неужели весь рот дома Димитреско погиб? да еще от твоей руки да от моей как-то догадалась я не успел дядя попасть и где-то 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 промазала вот и промазала я отсюда это соняешь попасть вали вали давай давай такие дырочки у тебя такие дырочки и все на этой страшной ноте надо завершать наш псевдо стрим и переходить к выводам что же по этому микрофону и так нужен ли геймерам микрофон определенно да во первых тем кто будет записывать свои стримы правда это делают далеко не все во вторых те кто будет играть со своими друзьями ведь этот микрофон без проблем определяется консолями и и можно пользоваться во время игры отшельники конечно могут обойтись и без микрофона для себя я нашел несколько сценариев использования помимо игр с друзьями и стримов которые так у меня проходят очень редко я могу например созваниваться по работе это довольно удобно а также озвучивать свои видеоролики ну и естественно записывает наброски песен не подключая гитару к компьютеру хотя это все то же самое что я делал и со старыми микрофонами и какие выводы я могу сделать это дешевый маленький удобный легкий микрофон с rgb подсветкой которая сразу будет вам показывать включен он или нет он plug and play поэтому вам не придется заморачиваться с драйверами с подключением и так далее вы просто включаете и пользуетесь так что не знаю как вам а мне этот микрофон определенно пригодится на этом все всем пока